Музыка Итак, снова здравствуйте. Меня зовут Дмитрий Сергеевич Пустовой. В сегодняшнем видео уроке мы с вами рассмотрим то, как можно по наглядному изображению предмета построить его чертеж. Для этого мы опять же заходим в AutoCAD, нажимаем на файл, выбираем создать, создать новый документ. Снова выбираем AutoCAD, открыть без шаблона метрические, включаем нашу сетку, отображение сетки и проделываем то, что мы проделывали с вами в задании сопряжения. Мы берем, заходим во вставку, нажимаем на блок, обзор, находим нужный нам файл от Reruhost, образец, нажимаем открыть, обязательно должно быть указать на экране, окей. И ставим 0, Tab 0, Enter. Вот мы рамку с вами поставили. Теперь, собственно, перейдем к заданию. Что мы сегодня будем с вами чертить? В методичке, которая вам была дана, дано условие задания. Дано задание по наглядному изображению построить три вида. У каждого из вас свое какое-то наглядное изображение. Я же буду вам показывать сегодня модель, которая находится под 30-м номером. Вот такую деталь, которая называется у нас корпус. Я его увеличу, чтобы нам было лучше видно. Вот корпус. Но перед тем, как, собственно, начать сам, выполнять само построение данной детали, мы должны определиться, где главный вид этой детали. Главный вид этой детали находится спереди. Там, где мы видим четко две окружности, вернее, два полукруга радиусом 25 мм и радиусом 10 мм. А также видим боковые ребра, они идут под наклоном. Исходя из этого, мы и берем вот этот вид за главный, потому что он самый информативный. Он нам дает наиболее полное представление об нашей детали. Теперь, собственно, вернемся в автокад. Вот мы сразу же включаем отображение скрытия веса линии. Включили. Слои у нас уже все появились. А поскольку мы вставили наш готовый блок в виде основной, так сказать, надписи и рамки для листа формата А3, выберем пока осевые линии. Смотрим на деталь снова. Вот мы видим с вами деталь. Для начала мы должны проанализировать мысленно форму этой детали. То есть, скажу, вы понимали, любая деталь, абсолютно любая, она представляет из себя сочетание нескольких видов форм. Ну, в данном случае у нас основание детали 100 на 50 мм представляет собой прямовольный параллелепипед. Далее, чуть выше идет снова параллелепипед, но длиной 60 мм и шириной 50 мм. И поднимается он где-то на высоту уже 60 мм от низа основания. Затем в этом параллелепипеде врезаны две окружности радиусом 25 и радиусом 10. Окружности не что иное, как цилиндры. То есть, они у нас цилиндрической формы. И так далее. То есть, мы должны мысленно всю деталь разобрать на отдельные ее элементы. Затем мы заглянемся в автокад. Для начала мы, перед тем, как начать строить главный вид, должны построить осевую линию. То есть, и от осевой линии уже проводить все построения. Выбираем команду отрезок. Ну, вид сверху у нас должен, вернее, вид спереди должен располагаться. В верхней левой части экрана, поэтому линию осевую поставим где-то здесь. Включим режим ортогонального очерчения, чтобы она у нас была идеально ровной. Пускай она у нас будет иметь длину 60 мм. 60 мм. Enter. Escape. Далее. Начинаем построение нашей детали сверху вниз. Внизу мы видим основание 100 мм. Выбираем снова слой толстой линии. Команда отрезок. И где-нибудь здесь начинаем, привязываемся к конечной точке. Пишем. Раз у нас 100 мм, значит пополам. Это будет 50. Enter. Затем. Затем. Затем у нас идет линия на высоту 10 мм. 10 мм. Построили. Далее. Мы можем себе несколько упростить задачу. Нам нужно построить верхний такой параллелепипед 60 на 50 мм. Мы можем поступить таким образом. Мы можем включить слой построения. Команда вспомогательные прямые. Escape. Выбрать справа в компактной панели редактирование. В функцию смещения. Указываем расстояние. 30. Enter. Указываем нашу вспомогательную прямую здесь и вот здесь. И снова возвращаемся к слою толстой линии. Команда отрезок. Привязываемся к конечной точке. И теперь ведем до пересечения. Сюда. Далее. Смотрим на оставшуюся высоту. Она у нас. Если мы 10 мм уже построили. То нам остается построить еще 50 мм. Чтобы получить ровное число 60. Задаем здесь 50. Enter. И ведем здесь до осевой линии. Пока. Escape. Дальше. Затем мы сможем сразу же построить боковое ребро жесткости. Шириной 10 мм. Высотой 40 мм. Для этого мы берем снова. Вывязываем слой построения. Построим вспомогательную горизонтальную прямую линию. Вызовем команду смещения. Укажем расстояние 40 мм от этой линии вверх. Указали. Escape. Снова выбрали слой толстой линии. Отрезок. И теперь мы можем при помощи опять же орторежима. Выбираем конечную точку здесь. Ведем до пересечения. 30. А затем отключаем орторежим. И здесь уже идем под наклоном. Вот такое ребро у нас будет. Вот здесь. Escape. Далее. Но мы с вами построили только половину детали. Чтобы не строить лишний раз вторую половину детали, можно это сделать намного все проще. Для этого мы выбираем наши объекты. Вот здесь. Вызываем команду справа в компактной панели редактирования. Зеркальное отображение. И выбираем две точки. Точку 1 и точку 2. Удалить исходные объекты. Нам их удалять не нужно. Поэтому мы выбираем нет. Вот у нас и осталось. Вот у нас осталась вторая половина нашей детали. То есть не прибегая к лишним построениям, мы ее просто взяли и отзеркалили на другую сторону. Дальше. Продолжаем построение. У нас есть также две окружности. Вернее два полукруга радиусом 25 и радиусом 10 мм. Строим их. Можно вспомогательные прямые удалить. Мы снова выбираем слой толстой линии. Выбираем команду окружность. Убираем здесь. Привязываемся к конечной точке. И задаем радиус сначала 25. Enter. Мы можем сразу же верхнюю половину взять и обрезать. При помощи компактной панели редактирования, команда обрезать, выбираем режущую кромки. Здесь, например, и вот здесь. Нажимаем Enter. И выбираем ту часть, которую мы хотим убрать. И дальше строим вторую окружность. Радиусом 10. Точно так же обрезать. Режущие кромки. Enter. Верхнюю часть убираем. Вот наш вид сверху практически готов. Да, еще это не все. Мы еще должны тут обрезать. Обрезать. Выбираем режущую часть кромок. Наш полукруг. Радиусом 10 нажимаем Enter. Убираем здесь и здесь. Потому что у нас этот полукруг уже сплошной. Сквозной. Поэтому там сзади ничего не будет. Будет только осевая линия. По центру отверстия. Далее. Вид сверху у нас практически готов. Мы можем еще здесь за 5 мм за контур выступить. А так практически все у нас готово. Чтобы построить вид сверху, я рекомендую воспользоваться слой построения. Поставить везде вспомогательные прямые. Например, вот здесь. Enter. Вот здесь. Здесь. И здесь. И также это же касается и окружностей. Они тоже должны соблюдать проекционную связь. Проекционная связь у нас везде должна соблюдаться. Эскейт. Дальше. Берем опять же вспомогательную прямую. Оризонтальную построим. Потом мы эти все прямые удалим. Но сейчас они нам необходимы. Выбираем команду смещения. Задаем расстояние примерно 40 мм от контура. Сюда и вниз. Дальше. Смотрим теперь снова на нашу деталь. Мы видим, что у нас ширина 50 мм. Вот она здесь. И мы сразу же можем это построить. Берем снова, задаем команду смещения. Задаем 50. Энтер. И смещаемся относительно этой линии вниз. 50 мм. Длину нам измерять не нужно. Благодаря нашим вспомогательным прямым мы и так все прекрасно видим. Где у нас деталь начинается, а где заканчивается. Берем слой толстой линии. Команда отрезок. И начинаем строить. От пересечения до пересечения. Здесь. Вот здесь. Здесь. И тут. Escape. Дальше. Что нам еще необходимо знать для вида сверху? Для вида сверху мы еще должны знать ширину ребра 10 мм. И 25 мм это то, насколько у нас полукруг радиусом 25 мм входит вглубь детали. Для этого мы снова берем команду смещения. Задаем расстояние 10 мм. И тут смещаем на 10 мм. Дальше. Что мы смотрим дальше? Мы с вами видим, что у нас ребро тоже имеет какое-то ограничение. Значит 60 мм. 60 мм. Там где 60 мм, ребро у нас и заканчивается. Давайте построим. Снова слой толстой линии. Здесь. И смотрим внимательно на линии проекционной связи. И здесь. Enter. Потом. Здесь. И вот здесь. И здесь. И здесь. А дальше мы должны с вами достроить два полукруга. Значит, берем опять же команду подобия. Или смещение. Расстояние 25 мм от этой вспомогательной прямой. Смещаемся вверх. Нажимаем Escape. И смотрим по границам нашей окружности радиусом 25 мм. Смотрим внимательно на линии проекционной связи. И выбираем команду отрезок. Вот здесь. Вот здесь. И вот здесь. Escape. Затем. Снова берем команду отрезок. И начинаем вот здесь строить один отрезок. И затем здесь второй отрезок. Это у нас вторая окружность радиусом 10 мм. И также не забываем, что посередине детали должна быть линия симметрии. Осевая линия. Строим осевую линию. У нас есть привязка середина. Она у нас отображается. Вот мы середину и построили. 5 5 Вид сверху практически полностью готов. Далее. Нам необходимо теперь достроить недостающий вид слева. Для этого мы берем. Снова возвращаемся к команде. Смещение. Задаем расстояние тоже где-то 40 мм. От крайней контурной линии на виде спереди. Куда-нибудь сюда и в мышкой вправо смещаемся. Затем снова смотрим на нашу деталь. Видим, что у нас высота 60 мм, а ширина 50 мм. Задаем ширину 50 мм. Для этого мы берем команду смещения. Пишем 50. Enter. Нашу вспомогательную линию смещаем сюда на 50 мм. Выбираем слой построения. Строим недостающие горизонтальные линии проекционной связи. Здесь, например. Для линии 10 мм. Для окружности радиусом 25 мм строим вспомогательную. Для ребра жесткости там, где у нас наклон начинается. И здесь снизу, там где у нас заканчиваются нижние основания. Escape. Построили. Вот мы с вами видим. Пока мы только с вами видим, что у нас есть только вспомогатель линии построения. Но надо выбрать слой толстой линии и правильно все построить. Команда отрезок. Опять же смотрим внимательно на деталь и начинаем наше построение. Начинаем с нижнего основания. 50 мм. На высоту 10 мм. И можем в принципе здесь все и замкнуть. Enter. Дальше. Затем мы берем с вами снова команду отрезок. Мы забыли сместиться с вами на 10 мм. Чтобы построить ребро боковое. Escape. Снова команда отрезок. Здесь мы можем построить аж до самого верха. Сюда. Например. И вот сюда. И замкнуть. Дальше. Нас интересует ребро. Которое находится шириной 10 мм. До высоты 40 мм оно доходит и дальше начинает изгибаться. Но здесь линия изгиба будет как прямая линия. Escape. И затем мы должны с вами обозначить то, что мы не видим. В данном случае мы не видим две окружности радиусом 10 и радиусом 25 мм. Для этого мы берем, включаем слой, штриховые линии, команду отрезок и смотрим внимательно на линии проекционной связи. Но перед этим мы должны с вами, опять же, построить, сместиться на 25 мм. От правой боковой стороны. Вот здесь. Снова вывязываем команду отрезок. Сместились сюда и провели ее до конца. Escape. Затем команда снова отрезок. Смотрим внимательно на линию проекционной связи для окружности радиусом 10 мм. И, используя точки пересечения, соединяем их. Escape. Вот такой чертеж у нас получился. Видо слева. Смывательные прямые мы можем после этого взять и удалить. Они нам уже не нужны. Далее. Останавливается нам проставить теперь размеры для наших трех видов. Размеры должны быть разнесены равномерно по всем трем видам. Размеры не должны повторяться. Их количество должно быть достаточным для того, чтобы мы могли этот чертеж детали прочитать и изготовить потом эту самую деталь. Для этого мы снова включаем слой размеры. Включаем не стандарт, а гост, стиль размерных линий гост с полкой. И внимательно смотрим на нашу деталь. Начинаем с линейных размеров. Размеры линейные. На виде спереди можем сразу поставить 100 мм. Обратите внимание, у нас уже 100 мм будет сразу же в готовом виде, как оно и должно быть в гости. Затем, следующий размер, линейный. Можем указать вот эту высоту, 40 мм. Радиальный размер можем указать здесь. Для радиуса 10 и для большой окружности радиусом 25. Например, здесь в контуре. Затем мы можем указать снова размеры. Линейный. Указываем ширину нашей детали. 50. Снова затем размеры. Можем 60 мм в длину здесь указать. Так, надеюсь, она будет более даже наглядна. Затем, на виде сверху, можем указать линейный размер. 25 мм. Сюда. Смотрим, что еще мы не указали. Мы не указали еще размер нашего ребра. 10 мм, боковое ребро, которое имеет наклон. И общую, 160 мм. Мы можем это сделать на виде спереди. Вернее, на виде слева. Маленькое, так сказать, замещание здесь еще. Толстые линии. Здесь одну линию я забыл достроить. Да. И теперь мы берем, заходим в размеры. Выбираем линейный. Размер. И ставим 10. Можем отслеживание тут включить. Вот. Видите, она у меня сейчас не в том стиле, который нужно. Я выбираю этот размер и переключаюсь на стиль размеры. А вот теперь оно так, как надо, выполнено. И ставлю теперь снова размеры. Линейный. Линейный размер. Указываю здесь конечную точку и здесь конечную точку. И не забываю, конечно же, менять свои размеры в данном случае. Вот и все. Практически вся наша деталь построена. Все готово. Проверяем еще раз. Никаких размеров мы с вами не упустили. Теперь, как подписать этот чертеж. Берем, переключаемся в свой надпись. Тонкие линии. Начинаем с того, что мы подписываем чертеж. Кто выполнил, кто его проверил. Заходим в рисование. Выбираем текст однострочный. Указываем место. Например, вот здесь. Указываем высоту. 3,5. 3.5. Нажимаем Enter. Угол поворота 0. Enter. И начинаем писать. Enter, Enter. Затем снова рисование. Снова текст однострочный. Указываем здесь. Точку. Высоту 3,5. Так и оставляем Enter. Угол поворота 0. Enter. И начинаем писать, кто проверил. Можем подровнять при необходимости. Подписали. Дальше. Наименование чертежа. Мы снова выбираем рисование. Текст однострочный. Однострочный. Место указываем где-нибудь здесь. Высоту теперь указываем 7. Нажимаем Enter. Угол поворота 0. Enter. Пишем сопряжение. Вернее не сопряжение, а название самой детали. Корпус. Enter, Enter. Можем также его подровнять. Только перед этим надо отключить Orto режим. И не забыть поменять слой. Уже надпись на толстой линии. Меняем слой надпись толстой линии. Снова выбираем рисование. Текст однострочный. Указываем здесь место. Высоту 7 так и оставляем. Угол поворота оставляем 0. Enter. Пишем вариант. Вариант 30. Enter, Enter. Снова надпись толстой линии. Снова выбираем рисование. Текст однострочный. Пишем масштаб. Высота пускай будет у нас 5. Enter, Enter. 1 к 1. Enter, Enter. И внизу там где организация. Пишем свою группу. Все тот же слой надпись толстой линии. Рисование. Вызываем текст однострочный. Здесь указываем внизу. Высоту 5. Оставляем. Угол поворота 0. Оставляем. Enter. Пишем 141, 19, 1 или 3. Пробел. Пишем наименование факультета. Enter, Enter. Дальше справа в панели навигации указываем показать до границ. Вот наш чертеж практически полностью готов. Полностью выполнен как и положено. После того как вы все выполнили, все построили, вы аналогично заходите в файл. Выбирайте сохранить как. Сохраняйте в своей какой-то отдельной папке. Где и хранятся все ваши чертежи. Надеюсь данный видео урок вам окажется очень полезен. И вы используете те знания, которые я вам здесь показал. И те приемы, те методы. Чтобы выполнить свои задания. На этом все. Урок окончен. Спасибо за внимание. Продолжение следует.